Радио Медуза Медуза рассказывает, как в России замедляют YouTube. Ссылка на текст есть в описании эпизода. Скорости в 128 кбит в секунду, о которой рассказал источник Медузы, должно хватить для нормального прослушивания аудио или просмотра видео в разрешении не выше 240 пикселей. При выборе видео с более высоким разрешением пользователи, скорее всего, столкнутся с ощутимыми задержками при загрузке. О фактически введенном в столице лимите в 128 кбит в секунду для YouTube 1 августа написал и анонимный разработчик системы обхода блокировок с ником Valdix. Ровно в полночь по Москве, написал он, включили замедление по TCP – это один из основных транспортных интернет-протоколов – до 128 кбит в секунду, как это было с Твиттером. Почти везде без бёрст. Это значит, что скорость была строго ограничена данным пределом. А QUIC, то есть транспортный протокол, разработанный компанией Google и предложенный для стандартизации в качестве интернет-протокола, до порядка 512 кбит в секунду. По словам источника Медузы, власти пока решили не выключать YouTube полностью, но сильно замедлить. Цитата. «Всем операторам связи задали рекомендуемый уровень скорости воспроизведения роликов на платформе – 128 кбит в секунду на домашнем интернете». Еще одно косвенное подтверждение этого решения властей сегодня появилось в телеграм-канале «Русский ритейл и бизнес». Это скриншот уведомления подмосковного интернет-провайдера ONS24. Он предупредил абонентов о замедлении видеохостинга до «непозволительных скоростей» и возможном закрытии всех сервисов Google в России. Источник Медузы также подтвердил, что технические замедления осуществляются через специализированное оборудование ТСПУ, установленное на сетях операторов связи и контролируемое Роскомнадзором. Он также отверг версию о том, что сбои в работе YouTube связаны с износом серверов Google в России. Цитата. Дальнейшие планы российских властей собеседнику неизвестны. Он говорит, ни у кого из операторов нет четкого сценария, что будет дальше, чтобы с этим сценарием свериться. Будут ли еще снижать? Ну, если они хотят, чтобы YouTube просто открывался и приносил боль, то это идеальный расклад. Можно опять же говорить, мы не заблокировали, он же как-то продолжает работать. Спасибо, что слушаете Радио Медуза. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Telegram и в приложении Медузы, которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова